Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, действительно разрешите представить предварительные результаты первой фазы исследования препарата моноклонального антитела КПД-1, БСД-100. Надо отметить, что само моноклональное антитело, оно основано на иммуноглобилине G1. Оно несколько отличается от принятого, который мы видим на препаратах пембролизумаб и неволумаб, зарегистрированных в том числе и в нашей стране. Однако, если посмотреть на афинность данного антитела к рецептору КПД-1, то она находится на том же уровне, что и зарегистрированные препараты. Было инициировано исследование по оценке, а точнее определению дозы препарата для дальнейших исследований, это классическая цель первых фаз работ, принятые в онкологии. Для этого были подставлены следующие задачи, была оценена фармакокинетика препарата, фармакодинамика препарата, определена иммуногенность, профиль безопасности. И на основании этого, конечно же, включая и оценку предварительной эффективности терапии, была и определена доза до последующих исследований. Дизайн. Классически мы привыкли видеть 3 плюс 3 дизайн в онкологии, когда определяют дозы препарата. Однако здесь для того, чтобы первый пациент, вошедший в исследование, всё-таки получил эффективную дозу препарата, был придуман, точнее не придуман, а реализован довольно нестандартный подход, так называемый accelerated, первая фаза исследования. То есть без отсутствия токсичности первому пациенту при минимальной дозе, на которой он был, в дальнейшем после первого месяца лечения доза повышалась, он как бы переходил в следующую дозовую когорту. А вот в дальнейшем уже действительно пошёл классический дизайн исследования первых фаз 3 плюс 3. При этом, обратите внимание, было выбрано 5 дозовых когорт, в зависимости от дозы препарата, от 0,3 до 30 мг на килограмм. При этом пятая когорта не была открыта по решению экспертного совета, об этом я уже скажу дальше. А также хочу подчеркнуть и особенности интерпретации дозы лимитирующей токсичности, которая была принята для данного исследования. Она несколько отличалась от тех исследований, которые мы видели при неволумабе и пембролизумабе. В частности, я подчеркну, дозы лимитирующей токсичностью считались нежелательные явления, связанные с активацией иммунной системы. Имеющие вторую и более степень, данного критерия в исследовании неволумаба и пембролизумаба не было. Основные критерии включения представлены на слайды, но хочу также подчеркнуть, что сюда включались пациенты с теми заболеваниями, которые потенциально ответят на антипД1 и антипДЛ1 терапию. Они здесь перечислены. И также подчеркну, что в случае, если пациент имел меланому, метастатическую или нерезектабельную, позволялось включать таких пациентов, даже если они не получали предшествующего лечения. Во всех остальных случаях, во всех остальных нозологиях, необходимо, чтобы пациент получил хотя бы одну линию стандартного лечения. Всего в исследовании было включено 15 больных. Здесь представлено распределение пациентов по когортам. Обратите внимание, что практически каждая когорта, 1 мг на 1 кг, 3 мг на 1 кг, она расширялась до 6 человек. Причину этого я скажу позже. Обратите также внимание, что большинство это были пациенты с меланомой. В первую очередь, это обусловлено, конечно же, ограничением доступности помощи данной группе пациентов в нашей стране. В меланоме было 9 пациентов. И 4 пациента, не мелкоклеточным раком лёгкого, тоже врачи старались включить таких пациентов, зная эффективность данной терапии, данной нозологии. Рассматривая отдельные характеристики пациентов, они представлены на слайде, следует сказать, что из 9 пациентов с меланомой, 5 пациентов имели, берав мутацию. Среди 4 пациентов, не мелкоклеточным раком лёгкого, у половины пациентов отмечалась мутация в гении NGFR. У одного пациента мутации не исследовались ни в NGFR, ни в ЛК транслокации не определялась, и у одного пациента был тики типы NGFR. Также транслокации гена АЛК не обнаружено. Досрочное завершение основного этапа исследования, это 85 дней лечения, когда оценивалась эффективность терапии, было выявлено у 4 больных. У 3 пациентов отмечено прогрессирование болезни, у одного пациента смерть. Она наступила в связи с кровоизлиянием в зону метастаза в головном мозге. И причину этого, будь то связана с лечением, либо же непосредственно прогрессируем, к сожалению, мы не можем сказать. Но, тем не менее, этот пациент в оценку эффективности также не вошёл. Здесь уже представлены результаты проведённого исследования. Анализ фармакокинетики представлен на этой сложной таблице не для того, чтобы вы мучились, выискивали определённые цифры, но они показывают определённые закономерности, а именно, дозозависимое нарастание концентрации исследуемого вещества в крови. При этом, обратите внимание, при многократных дозах введения, а это график для вас слева, наиболее оптимальной фармакокинетической кривой показывает доза 3 мг на килограмм. При этом доза концентрации препарата не выходит на плато. При многократных введениях идёт дальнейшее нарастание препарата. Отмечу, что изначально препарат вводился раз в 2 недели, а вот эта динамика в увеличении дозы, возможно, в будущем определит исследование о том, что, может быть, этот препарат следует вводить и раз в 3 недели. Но это уже, так сказать, цель других исследованиях. Кроме того, также подчеркну, что период полууведения препарата, полужизни препарата, был характерен для практически иммуноглобулинов класса G с 12 до 18 дней. Я взял на себя следующее смелость, так как это не классическое представление результатов первых фаз исследования, а всё-таки сателлитный симпозиум. Я и критически отнёсся к своему выступлению и сравнил полученные результаты с уже зарегистрированными препаратами, с первыми фазами исследования неволумаба и пембролизумаба. Обратите внимание, первая фаза исследования препарата MDX1106, более нам известного как неволумаб, она показала, что действительно период полужизни препарата находится в тех же границах 12 до 20 дней, что и препарат BCD100. Также было отмечено дозозависимое нарастание концентрации. Если говорить о пембролизумабе, опять же обратите внимание, что независимо от дозового уровня, период полужизни препарата был от 14 до 21 дней. То есть здесь мы видим практически полное совпадение фармакогенетических данных препарата BCD100 и зарегистрированных молекул. Более интересно для нас, это, конечно же, анализ фармакодинамики. У нас есть определенная мишень PD-1, у нас есть антитело к нему. И мы можем посмотреть, насколько происходит насыщение рецепторов на лифоцитов PD-1 данным моноклональным антителом. Была взлита кровь у пациентов на скрининге после введения препарата, а также, что важно, и в процессе лечения, а именно вплоть до 75-го дня введения, то есть перед пятым введением препарата. Причем использовать целую кровь. И надо сказать, что, так как мы с вами участвовали в этом исследовании, могу подчеркнуть, что практически сразу эта кровь передавалась курьеру, и курьер отвозил эту пробирку в лабораторию для оценки фармакодинамических параметров. Что же получилось? Обратите внимание, что независимо от дозы, будь то 0,1 или же 10 мг на килограмм, процент насыщения рецепторов на лимфоцитов практически всегда превышал 90%. Это хорошо видно на этих графиках. Вот эта кривая синяя, это пациент на минимальном дозовом уровне 0,1 мг на килограмм. Все остальные дозы 3, 6, 10, они практически находятся на 100%. То есть мы видим дозу, независимый характер насыщения рецепторов, то есть довольно активный препарат. Опять же вернемся к исследованиям зарегистрированным препаратом, в частности, Ниволумаба. Здесь вы можете отметить в исследованиях первой фазы, наиболее ранних, которые были опубликованы, мы видим здесь, что насыщение рецепторов после пика, при многократных введениях, оно в дальнейшем снижается, находится на уровне 60-80%. И мы видим вот этот довольно специфический характер фармакодинамической кривой. Если посмотреть на результаты исследований в табличном виде, то, в принципе, опять же, независимо от дозы, насыщение препарата было одинаково, но она была довольно низком уровне, порядка 70%. С чем это было связано? А связано это было с тем, что в этих работах применялась свежезамороженная кровь для анализов фармакодинамики. И когда вы можете найти в литературе исследования аналогичное применение неволумаба при раке почки, то здесь вы обнаружите, что если давать свежую кровь, то здесь степень насыщения рецепторов будет на уровне 90%, как и на BCD-100. То есть всё определяется также методологией. И если говорить о пембре или зумабе, чётких исследований, результатах первых фаз по оценке фармакодинамики у человека, очень трудно найти такие работы. Удалось найти работу, где оценивалось насыщение рецепторов у животных и моделирование в поисках наиболее оптимального режима дозирования пембре или зумаба. Оказалось, что действительно при дозах более 2 мг на килограмм насыщение рецепторов выходит на кривую, на платок кривой на уровне 90%, и практически в дальнейшем не меняется. И при этом авторы пришли к тому, что моделируют этой фармакодинамическими данными оптимальный режим дозирования пембре или зумаба, например, составил 2 мг на килограмм раз в 3 недели. Это, возвращаясь к моему замечанию о том, что по данным фармакокинетики, возможно, и доза для BCD-100 будет, оптимальный режим будет даже не раз в 2, а раз в 3 недели. Предварительные данные по иммуногенности, по крайней мере, не выявили на данных скрининговых анализов каких-либо связывающих антител к применяемому антителу у человека. Более, конечно, для нас интересно было хотя бы предварительные результаты эффективности. Понятно, что это не грандиозные исследования пембролизумаба и неволумаба, включающие по 100 с лишним больных в первой фазе работы. Это классическое исследование первой фазы. Но надо отметить, что у 26% пациентов были отмечены длительной стабилизацией, контроль болезни. И у одного пациента частичный ответ. И подчеркну, что это был первый пациент в этом исследовании, который получал минимальную дозу препарата. То есть мы видим дозу независимых, некоторые признаки реализации эффекта на данной молекуле. В дальнейшем обратите внимание, что опухоли, тут нет такого, что только иммунологические, чувствительные опухоли отвечали на лечение. Здесь можно найти немелкоклеточный рак легкого, причем у последний пациент буквально неделю назад, это наш пациент, который мы на самом деле, честно скажу, не ожидали эффективности лечения. У него при оценке обнаружилась четкая стабилизация по лимфоузлам средостения и легким, и уменьшение больше, чем на 40% очагов в головном мозге. Это для нас, конечно, было очень интересным событием. Мы продолжили лечение этого химиорефрактерного пациента, который предварительно уже получил практически две линии. Если сравнить с данными по эффективности пембролизумаба и неволумаба в первых фазах исследования, то обратите внимание, здесь частота достижения объективного ответа колеблется от 20 и выше процентов. В принципе, этого можно объяснить и, во-первых, направленностью включения больных с иммуночувствительными опухолями, например, меланомой, ракой почки, а также можно объяснить и большим числом больных, включенных в данное исследование. Но, тем не менее, мы видим, что препарат, который применяется, который изучался в данном исследовании, работает. Анализ безопасности не менее важен. Если обратите внимание, что, в принципе, это характерно для первых фаз исследований, куда включаются химиорефрактерные больные, практически у всех пациентов выявляются нежелательные явления. Связанные с терапией нежелательные явления были у 73 пациентов. При этом доза зависимого характера возникновения нежелательных явлений, связанных с BCD-100, не наблюдалось, если мы говорим об отдельных когортах. При этом для нас, конечно, интересны результаты иммунопосредованных реакций. Еще раз подчеркну, это как раз было и данной причиной обозначения данных нежелательных явлений как доза, лимитирующей токсичностью. И обратите внимание, что во всех случаях это явления были связаны с нарушением функции щитовидной железы и, в частности, возникновением гипертироза. Каждый из клиницистов, каждый из исследователей, принимавших участие в этой работе, по-разному называл данные нежелательные явления от аутоиммунного тиреодита до просто изолированного повышения ТТГ. Но при анализе всех данных можем сказать, что это действительно одно и то же явление гипертириоз, возникающий на данной терапии, который в дальнейшем сменяется гипотиреозом. Рассматривая неиммунопосредованные токсические реакции, подчеркнем, что здесь они были довольно не специфичны и в первую очередь они не были связаны с применяемым препаратом. В частности, было зарегистрировано два случая серьезных нежелательных явлений и в обоих случаях эти данные не были связаны со следуемым препаратом. Также была нежелательная реакция. Это тот пациент, о котором я уже говорил, у которого произошло кровоизлияние в головном мозге. Хочу сказать, что для нас это действительно осталась загадка. Пациент довольно быстро умер дома и в дальнейшем была проведена аутопсия по месту жительства и не было обнаружено ни очагов в печени, ни очагов в головном мозге. Может быть, это был характер, так скажем, аутоптолога, патолога-анатома, который проводил вскрытие по месту жительства в Московской области. А может, действительно, был непосредственная связь с препаратом такой эффект? Мы сказать не можем, поэтому здесь мы выставили возможную связь с применением BCD-100 и данного нежелательного явления. Рассматривая данные по дозе лимитирующей токсичности, это были только аутоиммунные осложнения, как раз они здесь представлены, и все они были только второй степени. Если говорить о результатах первых фаз с пембролизумабом и неволумабом, обратите внимание, что ни в одной из работ не было достигнуто доза лимитирующей токсичности, это довольно характерно для данного класса препаратов. Однако аутоиммунные реакции второй степени, в том числе, наблюдались в этих работах, они здесь представлены отдельно. То есть просто в этой работе перестраховались и исследователи, и разработчики препарата, и ввели такие строгие дозы дозы лимитирующей токсичности, поэтому и приходилось каждую когорту расширять до 6 человек. Тем не менее, я хочу сказать, что действительно препарат показывает свою эффективность, у него довольно приемлемый профиль токсических реакций, у него прекрасные данные по фармакодинамике. Учитывая и фармакодинамические данные, оптимальным дозовым режимом, по крайней мере, по результатам данного исследования, является доза 3 мг на 1 кг раз в 2 недели, которая пойдет уже во вторые фазы исследования, и, конечно же, отмечается и анализ эффективности предварительный, показывает дозы независимый характер. Конечно, хочется поблагодарить и пациентов, и всех врачей, которые принимали участие в этом исследовании. Здесь представлены все ведущие центры, которые принимали пациентов, ввели этих пациентов, получили такие, на мой взгляд, довольно интересные результаты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Михаил Ильич.